Предотвратить правонарушения. Главная задача, которую решали на заседании в городской администрации. Обсудили вопросы организации летнего отдыха и занятости подростков в период каникул. За четыре оздоровительные смены в лагерях отдохнут более двух тысяч детей. Среди них 850, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей участников СВО и тех, кто проживает в пунктах временного размещения. Рассмотрели на заседании и увеличение количества предприятий, на которых могут работать те, кого приговорили к исправительному труду. Вакансии для них готовы предоставить 49 организаций Самары. Помочь социализироваться людям, вернувшимся из мест лишения свободы, одно из приоритетных направлений в работе по профилактике правонарушений. Важно показать тем, кто приступил закон, что наладить свою жизнь можно легальным способом. Для того, чтобы от бывшим наказания было легче найти работу и вернуться в общество, в городской администрации разрабатывают специальные памятки. Работаем совместно с нашими социально-направленными предприятиями, с нашими коллегами, в том числе для администрации населения. Мы раз разработали памятку для безработных граждан, насколько мы в Самарах. Совместно с конституционно новую памятку разработали по социальной реабилитации граждан, освободившись из мест лишения свободы и осужденных безразделений от общества. Участники заседания проанализировали статистику преступлений и обсудили дальнейшую работу, направленную на профилактику правонарушений среди жителей города. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.